Сегодня в последний путь проводили отца с сыном и их соседа, которые упали в колодец в селе Экиген Алматинской области. Погибшие пытались самостоятельно починить водопровод, который нередко ломался, по словам сельчан. Местные сообщили нашему корреспонденту, что техника безопасности там не соблюдалась, а многочисленные жалобы ни к чему не привели. Все подробности трагедии в репортаже Аиды и Манали. Сегодня на этой улице траур. Последний путь провожают сразу трех местных жителей. Двое из них отец с сыном. Вчера вечером у жителей этого дома пропала вода. У них часто ломался водопроводный колодец, и мужчина решил проверить причину самостоятельно, однако не знал поджидавшей опасности. Из-за сильных выбросов метана мужчина потерял сознание и упал в воду. Рядом стоявший сын бросился спасать отца. На помощь подоскел также сосед. Однако все трое отравились газом и погибли. По словам очевидцев, погибшие при падении задели кран в колодце, что привело к поднятию уровня воды, после чего он быстро запомнился. Первым тревогу забил соседский мальчик, заметив предметы одежды, плавающие в колодце. На место ЧП незамедлительно вызвали спасателей, однако извлечь тела удалось только спустя несколько часов. Я после работы пришла домой к своему братишке. Спросила у его супруги, где он. Она ответила, где-то ходит у дома. Буквально через 15 минут соседские ребята прибежали. Позвали к колодцу. Тела достали только, когда выкачали оттуда всю воду. Первым вытащили тело моего родственника. Оно уже было холодным. Выяснилось, что незадолго до этого подрядчики проводили там ремонт и устраняли дефекты. Местные уверены, что некачественная работа и стала причиной трагедии. В смерти этих людей виноваты сразу несколько управлений, я думаю. Потому что этот асфальт проложили 6 лет назад. С тех пор никто не обслуживал водные сооружения и не проверял колодцы. Со временем из-за неправильного ремонта дороги колодцы просели. Чтобы не было аварий, местные закрывали колодцы автомобильными покрышками, и там скопился метан. В обслуживающей компании отметили, что проводят все работы по разъяснению техники безопасности. Нам сообщили об инциденте в районе 9 вечера. Мы прибыли на место. Ранее нам не поступало обращения или жалоб по поводу аварии на объекте. Если бы нам сообщили, мы бы устранили причину аварии. По правилам безопасности жители не должны сами спускаться в колодцы. Мы приняли этот водопровод в 2019 году. Уже после того, как он построен, люк, как вы видите, на месте. Люди туда целенаправленно спустились, они упали. Да, асфальт проложили сверху, это правда. Но где нет люков посреди дороги? Он же был закрыт. Сейчас все экспертизы проводятся. А вот местные администрации заявили, что трагедия произошла из-за несоблюдения техники безопасности. Теперь чиновники планируют принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Это действительно очень трагичный инцидент для всех нас. Смерть троих человек, во-первых, произошла из-за недостаточных мер безопасности. Во-вторых, есть такое качество у сельских людей – решать любые вопросы самим. Выражаем свои соболезнования близким погибших. Это невосполнимая утрата. Данный факт зарегистрирован в полиции Кигенского района. Тела погибших направлены в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родные погибших надеются, что после этого инцидента будет проводиться регулярный осмотр и обслуживание колодцев для обеспечения их безопасности.